В Енинском округе продолжается прием заявок на участие в Бурандее. О своем желании выступить в снегоходном кроссе необходимо сообщить в детско-юношеский центр «Лидер». Туда же направить документы. Гонщики уже начали активную подготовку к заездам. На одну из тренировочных трасс побывала наша съемочная группа. Репортаж Алины Ваучейской. Уже несколько выходных Михаил Кренц пропадает в гараже. Готовит Буран к главному событию для гонщиков в Заполярье. Железного коня под номером 10 спортсмен выпускает в свет исключительно весной. Для участия в снегоходном кроссе. На трассу выходит за адреналином. Надо, чтобы все равно был азарт спортивный. Деньги, ну, призы, это тоже, конечно, неплохо. Это стимулирует, но если у тебя нет желания, стремления к чего-то там, то у тебя все равно ничего не получится. Надо все равно, чтобы желание у тебя все равно было. Михаил родился и вырос в Тельвиске. Как и любой мужчина, увлекается рыбалкой и охотой, а потому со снегоходом на «ты». Секретов и фишек гонщик не раскрыл, зато пригласил нас понаблюдать за тренировкой. До трассы, где гонщики оттачивают свое мастерство, около полутора километров. К нашему приезду в условленном месте уже собрались около десяти спортсменов. Выжить из снегохода «Максимум» – это про гонщиков, которые соревнуются в классе свободный. Даже на тренировках любители скоростей и драйва выкладываются по полной. Среди них и Виктор Овчинников. Нарьин Марец в снегоходном спорте всего год. Для удовольствия. Лично у меня, как бы, я для себя катаюсь. Хотел давно, хотел попробовать, не было возможности. Приобрел снегоход год назад. Сейчас с ребятами познакомился. И, как бы, стараемся, тренируемся по возможности. Это песчаный карьер в районе Тельвиске. Именно здесь гонщики обустроили тренировочную трассу. Ее длина около 700 метров, однако крутых поворотов, кочек и трамплинов здесь более чем достаточно. Тренировки в этом сезоне начались чуть позже обычного. Помешали сильные морозы. Обустройством трассы занимались представители Федерации мотокросса Ненецкого округа. Вручную копали, ставили вешки, укатывали землю снегоходами. В результате зона для оттачивания мастерства получилась намного сложнее, чем обычно. Однако, как признаются сами гонщики, в этом есть и плюсы. Перед выходом на соревнования каждый будет готов к любым поворотам. Ребята вообще считают, что мотокросс в Ненецком округе необходимо активно продвигать в массы. Надо развивать этот вид спорта, потому что у нас зима, 9 месяцев. И в нашей столице лучше развивать снежный вид спорта. И это лучше. И у нас нет таких видов спорта экстремальных. И можно новых чемпионов выращивать, так скажем, ездить на чемпионат России и выступать. Что касается главного спортивного события весны, Буран-дэй пройдет на Качгартинской курье. Как и прежде, гонщики будут состязаться в классах Буран и Свободный. Заявки принимаются в детско-юношеском центре «Лидер» до 18 марта.